Добрый день! Информационная служба отеля радио компании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии Натальи Гнатенко. У этой хвилины в Октябрьском районе проходит церемония открытия 9-го республиканского фестиваля фольклорного мастерства «Берагиня». У делу в святочных и конкурсных мероприемствах примут больше за 900 артистов. У дельников фестиваля, который будет продолжаться по 26 червяне, ждут шматлики с поборницей. У их лику республиканские конкурсы выполняются белорусских народных бытовых и традиционных танцев, а также турнир детских фольклорных коллективов. Оценивать конкурсные выступления будя ауторитетные журы. Фестиваль «Берагиня» проходит с 1998 года с метой поддержки народной творчести, заховании региональной и мясовой мастерской культуры, пошуку новых самобытных коллективов. Его головной задачей изъявляется притягнение уваги громадскости до проблем выхования подрастающего поколения с родками традиционного народного мастатства. «Берагиня» – уникальный для республики фестиваль, який за час своего иснования стал важной падеей культурного життя Беларуси. Сегодня на территории открытого акционерного товариства «Комбинат «Усход»» проходит семинар в учебу профсоюза работников агропромыслового комплексу по ахове працы при проведении сельско-господарчих работ. Его тема – задачи профсоюзного актива на уборочной кампании 2016. Усяго семинары принимают судел каля 50 человек. На территории открытого акционерного товариства «Комбинат «Усход»» они ознайомились с готовностью техники до уборки ураджаю. Так само у центра уваги – организация внутригосподарчого працонного споборництва. До того ж закранута была тема выполнения потребований правилов пожарной безопасности подчас проведения уборочных работ. Усе подробностей глядите у нашим наступным выпуску новинов, який выйдет в эфир на телеканале «Беларусь 4» в 20.30. Контакт-центр по пытаниях работы с порталом электронных рахунков «Фактур» почал працевать у тестовым режиме. До 1 липеня он будет денничать с 8 до 18 годин по буднях с 1 липеня круглосуточно. Специалисты контакт-центра откажутся на пытанні по техничным взаимодзенні с порталом, як подключиться и як им корыстаться. Пытанніш по методології, які отышаться лічба у правильнасті разликаў, перанакіруюцца ў податкова інспекція. По коротким номары 110, а так само городским 8 017 287 11 10 можна отрымаць необходную інформацію об работі портала. Назву якого вы зараз бачыцца на своім экране, дзе размешчана аутаматызаванная інформаційная система улік электронных рахунков «Фактур». А кроме того, распроцовщики программного продукта подрихтовали подробязные видоинструкції по работі с порталом. Яны знаходяться на офицйном сайте Министерства у разделе «Электронные рахунки фактуры», а так само на офицйных сторонках ведомства у соціяльних сетках. В связи с введением с 1 июля 2016 года в обращение «Электронных счетов фактур» наиболее часто задаваемый вопрос о такой категории платежщиков, как индивидуальные предприниматели, обязаны ли они выставлять электронные счета фактуры. Следует отметить, что индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, либо применяющие упрощенную систему налогоблажения без НДС, при реализации товаров, работы, услуг, имущественных прав без НДС не создают электронные счета фактуры. Кроме того, индивидуальные предприниматели не создают и не выставляют электронные счета фактуры при ввозе товаров с территории иностранного государства на территории Республики Беларусь. На Гомельщине полным ходом идея на рыхтоках ороднины и яход. 135 стационарных и 25 перасовочных на рыхтовчих пунктов, что день примают новую продукцию, якая одразу штрапляя угандлевую сетку в области. Тым, якая продукция частей за все сдается насельництвам, як она проверяется на якость, высветлял Яуген Пабалавец. Руслан Картавенко працует у фермерской господарцы Будокошелевского района. Кожный день сямих один ранец ее нужно на ногах. Треба поспеть, завести собраны с полевого раджайда, открытия на рыхтовших пунктов и рынков, как первые покупники набыли самый свежий товар. Мы сами выращиваем экологически чистый продукт. С утра копаем, буквально через несколько часов привозим на рынок. Поэтому товар всегда свежий. Возим еще помимо картошки огурцы. Вот сегодня я привез кабачки. Фермерская господарка, хоть и постоянно поставщик огороднины, а лишь кожную парту проверяет детальово на наявность нитратов и на якость. А маль при кожном таким нарыхтовшем пункте есть своя лаборатория. Для анализу хапает и 5 граммов продукции. Процедура бесплатная, у вынику дается дозвол на продаж. С этими документами продукция может реализовываться на рынках, магазинах, в торговой сети. Также продукция исследуется на ЦЗ-137. Также эта процедура для населения бесплатна. По Гомельской области таких стационарных нарыхтовших пунктов 135. Яше 25 перасовочных. Тут примает 16 видов продукции. Огороднину, фрукты, дикорослые ягоды. Если население не получается, нет возможности привезти в тот или другой стационарный объект, мы можем сами к нему приехать и заготовить эту продукцию на месте. При кожном пункте есть склад, где продукция заховывается в полный час. Зараз она тут амаль не залеживается. Празнекарьких годин, гэта мяшки с бульбой, будут уже у гандлёвой сердце города. Вот это былые конюшники князя Паскевича. Толстые стены, земляная подлога. Усё гэта стварая амаль идеальные умовы для склада часового заховывания продукции. Тому и продукцию везут сюда не только из всей Гомельской, а и даже из Брестской в области. Вот эти клубницы приехали из Лунинца, а капуста со Столина. Ехать хоть и далеко, но есть опыт и прибыток. Усяго селета на Гомельшине планует нарыхтовать больше 20 тысяч тонн ягод из выше 650 тонн дикорослой продукции. Явген Паблавец, Михаил Рабков, Сергей Лукашук, Теляра до компания Гомель. У Гомель отбылся открытый Кубок Гомельской в области по конным спорте. У программе турниру были спаборництвы по конкоры, двоеборье и выездцы. Каратей кажучи, были представлены усе основные виды конного спорта. С подробязностями Максим Савин. Это традиционное спаборництвы проводится с прицелом на перспективу. Удел принимают у основных выхованцев областного центра Олимпийского резерва. У этом году со знакомитых спортсменов был только майстер спорта международного класса Александр Фоминов. Дорогие, он так само выходит из областного цара. Правда, выступал Фоминов по законкурсу. За медали змогалась молодь. Дело в том, что у нас резерв, и поэтому сейчас выступают в основном дети. То наша задача подготовить именно молодежь. Выполнение разрядов, в первую очередь, и подготовка к Олимпийским дням молодежи. Спартакиада, Республики Беларусь. Потому что эти годы будут уже выступать на республиканских соревнованиях. У программы спаборництва по конкурсу были два маршруты. Первый, с вышиной пирожкод до 85 сантиметров. Тут лепшей стала Татьяна Радевич. И другие, где пирожкоды были на узровне метра. Золото в этой категории завоевала Мария Романюк. У двоябории с переодоленем пирожкод и манежной яздой лепш за всех справилась Дарья Панякова. У першиню с паборництвах по выездце. Накроме обовязковых программ с усталеванными схемами, таких, як малый, попередний и командный призыв, был и кюр. Его можно назвать одвольной программой. Если все схемы выездки проводятся по обязательной программе в рамках манежа, по определенным точкам, по определенной схеме и выставляются за элементы оценки, то в кюре всадник подбирает сам себе музыку, сам подбирает себе, где исполнять эти элементы, хотя обязательные элементы есть. Но тут больше оценивается подбор музыки, гармония садника с лошадью под музыку. В программе езды для коней до 4-х годов першинствовала Ангелина Фролова. У кюры по программе середний приз номер один перемогла Виктория Ярмак. Сребро у Ангелины Фроловой. У малым призе девчонки поменялись местами. Першинствовала Фролова, а Ярмак стала другой. У обеих двух дисциплинах бронзу завоевала Ирина Паулова. Волнение о том, что попадешь в музыку, не попадешь, выполнит ли лошадь все твои элементы, что ты ему предложишь в данный момент, это как-то волнительнее, чем просто у тебя есть схема, ты садишься и понимаешь, что тебе там можно работать именно определенный элемент в определенное время. У юнацких спаворництвах по выездце у селзнагороду высшейшей пробы собрала Анастасия Разванова. Она выиграла попередние командные призы. Стала лепше и у кюры. До речи для их это был дебют. Ранее удянет шутцов с поборництвах по этой категории выездки. Анастасии не доводилось. Подрыхтовка заняла месяц. Кюр мы ехали первый раз, но самое легче, по-моему, предварительный приз. Мы музыку очень долго подбирали, в наушниках ездили, чтобы музыку чувствовать на лошади. Потриманы на Кубку Гомельской в области вопыт, уже худко спотребится гомельским спортсменам. Олимпийские дни молоди по трехборьи отбудутся уже в липене. У конкуры у знагороды подобного турнира розыграються у вересни. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин